Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Здесь мне было 8 лет Потом 18 Потом 28 Потом 38 Зачем все так скоро Я ведь особенно и не отвлекался Каждый год я сюда еду за этой тишиной Но все равно это как-то все Слишком Быстро Как бы я жил вообще, если бы у меня этого места не было Это немыслимо, конечно Здесь у меня черта Начало нового Да, я до сих пор, как школьник, начинаю год 1 сентября Завтра Завтра Начнется новый виток Вернусь в город В белый шум Буду взрослым, состоявшимся мужчиной Буду иметь мнение по тем или иным вопросам Возможно, буду иметь гражданскую позицию А мама здесь останется Мама увидит, как здесь падает снег Напишет стихи Хотел бы я быть, как эта яблоня Просто жить И чувствовать Жизнь Вне идей Вне позиций Ну Пора вещи собирать Над потухшим костром Задремал на березовом пне Ябко долгую ночь коротать И стал я березой в лесне А люди идут с топором А я и могу убежать Добрый вечер, дорогие друзья Мы рады приветствовать вас вновь В Центральной городской библиотеке Имени Михаила Васильевича Ломоносова И мы начинаем программу Открытая гостиная Авторитет имени Меня зовут Любовь Горганчук А гость нашей сегодняшней программы Актер Архангельского молодежного театра Степан Полежаев Степан Полежаев Человек очень одаренный Он не только актер Он и музыкант И фотограф Автор стихов и песен И даже видеосюжетов И мы вас просим, дорогие друзья Всех, кто к нам присоединился Принимать самое активное участие В прямом эфире Слушая нас И посылать в чате Вконтакте В группе библиотеки Архангельска Свои вопросы Ну, а я начну задавать эти вопросы Степану Вот вы служите в молодежном театре Уже 20 лет И за эти годы Исполнили более 50 ролей В 2019 году На 9-м региональном фестивале Театрального искусства Ваш выход Вы получили премию За лучшую мужскую роль Точнее за две роли За образ Мамо В постановке «Жизнь впереди» И за роль Мити В спектакле «Братья Карамазовы» И мне очень понравилась Формулировка жюри С которой вручалась эта премия За лучшую мужскую роль Что показали при этом Богатый актерский потенциал Продемонстрировали Невероятное перевоплощение Потрясающую способность быть разным На самом деле это очень трудно И важно очень для артиста И все правильно сказано И не зря вы получили Эту замечательную премию А я хочу вас спросить И думаю, что это интересно Тем, кто нас смотрит, слушает Как же все это начиналось О вашей малой родине О ваших родителях И мне очень понравился Еще один момент Когда в одном интервью Вы заметили В детстве меня так любили Что даже если бы меня сейчас Никто не любил То той любви Хватило бы еще на две жизни Пожалуйста Ну, это так Я до сих пор Любовь очень чувствую Это, наверное, громкие слова Любовь к малой родине Но она же и большая Я весь там Все равно больше, чем здесь Мое озеро Маленький поселочек Все эти люди Я там всем сердцем Как бы нахожусь И в той среде Мне очень повезло С родителями Очень повезло И в том, что я родился Не в большом городе А в крошечном поселке И что родители у меня Геологи И у них была совершенно Невероятная компания Человек 15 Которые Все праздники Все вместе Всегда все вместе И дети тут же Все вместе Такая компания Знаете, как из какого-то кино Такого не бывает Вот такой дружбы И папа И мама Все это во мне Навсегда, конечно Ну и любовь Правда, просто Чудо скажешь Очень сильно любили меня В детстве Я второй ребенок Наверное, это у многих Вторых детей Так Что я Избалован Но В этом плане Любви Ну и что? Думаю Ну вот так вот Досталось мне в жизни И до сих пор И вот сейчас Я тоже Смотрю на своего сына И Вот эта Колоссальная любовь Такая, знаете Вселенская какая-то Она Я на него смотрю И просто у меня Сердце разрывается Иногда Просто Ни с того ни с сего Вот этот Огромный Такой Поток Любви Хорошо А как вы в театре-то оказались? Случайно? Как и все, наверное Кто пришел в молодежный театр К Виктору Петровичу Почти все Оказываются Каким-то случайным Не думаю Что-то очень интересно Вообще Если вкратце То просто мама Случайно Услышала По радио Объявление Что Виктор Петрович Набирает Новый курс Ребят Вот А я в то время Как раз болтался Как-то без особого дела Не понимал Как себя применить Мама очень переживала Из-за этого Что Человек уже подрастает Там Сколько мне было лет? Восемнадцать Наверное Восемнадцать И вот она услышала Что-то поезжай Поезжай в Архангельск Ну я поехал И поступил Ну как Там был конкурс Всякое такое Ну вот я помню Отчетливо Когда я переступил Паров Логинова 9 У меня прямо Четкая Такая Мысль Я здесь Очень надолго Прямо Вот так Да И я в этом Никогда не сомневался За эти 20 лет Не было Не было каких-то Сомнений Что я не на месте Я прямо Как знаете Как пазл такой Вставился И Так что Молодец Ваша мама Ваша мама Известная На севере Поэтесса Татьяна Полежаева И как я узнала Она ведь тоже Имеет Театральное образование А ваш дед Он тоже был Поэтом Расскажите еще Немножко об этом Что тут рассказать Дедушка Удивительный человек Жил он В Ильинске Ильинско-Подомская Такая деревня У нас есть Рядом с Котласом У него была Такая Красная Нива Машина Знаете На день города Или как это называется В деревне День села Или день строителя Там очень широко Отмечалось В таком пиджаке В такой шляпе И в каких-то Спортивках Бывал На сцену Выходил И там Ох Вилит Люблю тебя Вот такие Стихи Это так было Не знаю Мне сейчас сложно Вспомнить Я был Все-таки ребенок Это было довольно давно Но какие-то Вот такие вспышки Вспоминаются И это конечно Когда вот Живешь С тобой Это происходит Ты это воспринимаешь Как нормально Это просто происходит Это жизнь А потом уже Когда проходит Там 20 лет 30 лет Вдруг На это смотришь Как на какие-то Невероятные вещи Ну не у каждого Дед Поэт Который Там со сцены Что-то читает Или вот например Родители у меня Геологи Да Папа меня брал Тоже вот Мы ехали По небу На поезде Потом на вертолете С геологами Летели На озеро И жили в лесу Это все Это все удивительно Как-то Ну естественно Это как-то Сказалось Во внутреннем Каком-то Мире И внешнем И все-таки Вы сейчас Ведущий актер Архангельского Молодежного Театра Актерская Профессия Об этом все Говорят Требует Большой Предварительной Подготовки И вот Многие Актеры Мечтают Достичь Такого уровня Техники Чтобы душу Оставлять Нетронутой И готовясь К нашей встрече Я прочитала Очень интересную Историю О Саре Бернар И Станиславском Когда Станиславский Увидел ее игру Он спросил Откуда вы знаете Мою школу Переживания На что Французская Актриса Ответила Что Работает На технику А это Школа Представления И пригласила Станиславского На свой Спектакль Дама с Камельями И пообещала Подмигнуть ему В самый Трагический Момент Спектакль Был потрясающий Станиславский Просто Растаял В нем И в самой Трагической Финальной Сцене Перед смертью Героини Сара Бернар Подмигнула Станиславскому Он был поражен А вы Говорите Что Во время Спектакля Я тоже Зритель Поясните Пожалуйста Что вы Имеете Ввиду Ну Это Довольно Просто Спектакль Идет И у меня Просто Самые Лучшие Места В зале То есть Вы сидите Как бы Зритель Со стороны Наблюдаете А я Наблюдаю Все что происходит Непосредственно Находясь В процессе И очень внимательно Порой За этим Слежу И это Чертовски Интересно Ну вот Насчет Сары Бернар И техники Если пользоваться Только Как бы Техникой И стараться Может быть Это сформулировано Там не совсем Правильно И ничего Не переживать То вообще Зачем это делать Не совсем Понимаю Честно говоря Мне кажется Что Актерский Труд Труд Это именно Все таки Переживание Действительное А не Делание Вида Переживать И вызвать Эмоции У зрителя Да Что Если бы Я Внутри Ничего Не переживал А просто Тогда Получается Что я Ну как Просто Окрепляюсь Зачем Все это Тогда Если внутри Не происходит Действительно Серьезная Работа Ну вот Подобные Истории Я слышала И от наших Больших Артистов Что Это не очень Себя контролируют Но на самом деле Они же Задают правила игры И зритель Их принимает И все понимают Что это все равно Игра А не жизнь Да Но мне кажется Вот сейчас Театр Не хочет Как раз Играть Хочет быть Становится Такой Может быть Я не прав Но вот То что я Замечаю То что происходит У нас Театр То что происходит У меня В моей Внутренней работе То мне Неинтересно Совершенно Ничего Изображать Может быть Я не прав Мне неинтересно Вам ничего Показывать Презентовать Вот Тот И тот Мне интересно Наверное С вами Сесть И как-то Что-то Попытаться Почувствовать Действительно Бытийное То из чего Состоит жизнь Бытие А все остальное Это изображение Чего-то Там Не понимаю Зачем это нужно Вообще Честно говоря Ну вот так Да Это как раз Вашем театре И происходит Да Что Вряд ли Вы увидите Как я Что-то изображаю В ближайшем Хочешь Снять Будем Погромче Говорить Хорошо Я впервые Обратила на вас Внимание Как На вашу Индивидуальность На актера Степана Полежаева В Кирке Когда вы Вместе С другим Актером Сашей Берестинем Да Читали Замечательных Поэтов И И сегодня Мало Кто из Талантливых Актеров Работает В жанре Художественного Слова А русские Зрители Они Видите Очень многие Читатели И не зря Евтушенко Сказал Поэт в России Больше Чем поэт И вот Я тогда Вас оценила Обратила на вас Внимание И стала Ходить на спектакли В которых Вы играете И сюда Мы вас пригласили Не зря Прочтите Пожалуйста Сейчас Для нас Для всех Кто нас смотрит Слушает Для нашей Центральной Библиотеки Которая На днях Будет Отмечать Юбилей Библиотека Ломоносова Прочтите Пожалуйста Ваших Любимых Поэтов А может Вы нам Прочтете Свои стихи Это уж Как вы хотите А может быть Ну давайте Я прочитаю Так это Экспромтом Что мне Новым Взбредет Давайте я вам Прочитаю Пару стихотворений Моего старшего Товарища Виктора Борисовича Бегунова Который Работает с нами В молодежности Да Он замечательный Я его обожаю Прямо вот Обожаю Рядом с ним Сидишь И как будто Рядом с тобой Течет какая-то Вечность Ему настолько Все равно Какие-то Вот эти вещи Примитивные Он просто Глыба Рядом с которым Мне очень приятно Находиться Вот например Стихотворение Сейчас Мне очень нравится Я пошел До пристани Пешком От меня Разила Портвишком Почему-то Солнце В этот день От меня Отбрасывало Тень На груди Потертый Образок Ноги Зарываются В песок Песни Будут После А пока Молча Проплывают Облака Столько мыслей И чувств Не знаю Откуда он Все это берет Прямо я Восхищен Виктором Борисовичем Или вот еще Например Красивая женщина В кофточке Белой Клокочет дыхание В груди Переспелой И я Задыхаюсь Трясет меня Тролл Тоже Хоть это Надеюсь Не видно По роже Так То есть Классику Вы нам читать Не будете Могу Да почему нет Можно Классику Почитать А Мандельштам Она считается Классикой Нет Считается Мандельштам Меликий поэр Да Вот у нас был Сергей Колесников У меня был педагог По актерскому мастерству Он Читал Мандельштама Бесконечно Просто Сергей Александрович Спасибо за все И за Мандельштама Невыразимая печаль Открыла два Огромных Глаза Хрустальная Проснулась Ваза И выплеснула Свой Хрусталь Вся комната Напоена Истоном Какое-то Сладкое Лекарство Такое Маленькое Царство Так Много Поглотила Сна Немного Красного Вина Немного Солнечного Мая И Тоненький Бисквит Ломая Тончайших Пальцев Белизна Что там Такое Замечательный Мандельштам Который Прямо Для вас Написал И море И гомер Все движется Любовью И вот То О чем Вы и говорите Александр Сергеевич У нас Сейчас Замечательный А вы Александр Сергеевич Что-нибудь Читаете Ну что значит Чуть-чуть Ну просто Наизусть Со сцены У нас Последнее время В театре Как-то не совсем До поэзии Ну он же Я могу прочитать Чуть-чуть Да Это очень будет Здорово Такое Мне очень Это наверное Смешно Любить Пушкина Но у него Такая ясность Это не модно Наверное Это естественно У нас есть Пушкинский день России У нас очень Многие Читают Пушкина И у нас Эта традиция В Архангельске Кстати Очень давно Более Тридцати лет Назад У нас Стали проводиться Пушкинские ночи В Архангельске И они Устраивались На Петровской Лестнице Теперь у нас Пушкинский день России Широко Отмечается И на Чумбаровке И в библиотеках И в Архангельском Городском Культурном Центре И мы любим Пушкина Пожалуйста Октябрь Уж роща Отвихает Гуляешь По даче Прямо Последние Листы С ноги Своих Ветвей Вдохнула Семьих Хлам Дорога Промерзает Журча Семьих Ее Снега И да Освежит Себя Другой У нас Мысли Нет И жаль Зимы Старухе Проводив Ее Блинами И вином Поминки И творим Мороженое Дом Дни Поздней Осени Бронят Обыкновенно Но Мне Она Мила Читатель Дорогой Красою Тихой Блистающей Смиренно Так Нелюбимое Дитя В семье Родном К себе Меня Увлечет Сказать вам Откровенно Из годовых Времен Я Рад лишь Ей Одной В ней Много Доброго Любовник Нечиславный Я Нечто В ней Ношел Мечтою Своенравной Как это Объяснить Мне Нравится Она Как вероятно Вам Чехотошное Дело Порою Нравится На смерть Осуждена Бедняжка Клонится Без ропота Без гнева Пылает На устах Какой там Свет Она Жива Еще Сегодня Завтра Нет Унылая Пора Очерия Очарования Приятна Мне Твоя Прощальная Краса Люблю Я Пышная Природа Увидания Вогрец Золотом Одетые Леса Вых Сенех Ветры Шум Чет Свежее Дыхание И редкий Солнце Луч И отдаленные Седой Зимы Угрозно Ну как-то Так Вот Еще мы с вами Поближе Познакомились Когда вы пришли В гости К нам В библиотеку На майскую Горку Которая носит Сейчас имя Николая Михайловича Рубцова И тогда Все наше Библиотечное Сообщество Отметило Вас Мастера Художника С художественным Взглядом Вы Прежде чем Начать читать Рубцова Бросили взгляд В окошко Обрисовали Эту атмосферу Природу То есть Вы Награждены Взглядом Художника У вас он есть И недаром Вы очень много Занимаетесь Фотографией Здесь у нас Ваши снимки Поэтому Хотелось бы У вас Спросить Об этом Вашем творчестве И еще Вы снимаете Видеосюжеты Я со многими Познакомилась Это тоже Очень интересно И вот Тогда Я вспоминаю Что искусство Мыслит Образами У вас Это всегда Присутствует Фотохудожник Я не знаю Что тут сказать Фотография Со мной Всегда От папы Наверное Это случилось У него был Фотоаппарат Зенит Был целый Чемодан Каких-то Пленок Он все время Тоже фотографировал Это с детства Я помню Что-то Объяснял Геофрагма Выдержка Что-то Такое Как-то Мне всегда Нравилось Заниматься Фотографией Но всерьез Я не занимался Никогда На самом деле Все случайно Произошло Я Ну что-то Как-то Как все Фотографировал И вдруг Не так давно Наверное Не знаю Лет пять Назад Мамины Друзья Мне из Америки Прислали Настоящий Большой Фотоаппарат Камеру Серьезную Говорят Вот Степа Вроде Неплохо У него будет Эта камера И тут Меня прямо Понесло В это Плавание И сразу же Родилась Совершенно Спонтанная Фотовыставка Вот Ковчег В Добровинской Библиотеке Да, тоже в 19-м году Прямо так Меня пронзило Это ощущение Но там В основном Ковчег Это значит В основном Как раз Вы Свои родные места Снимали Да, на даче Да, на даче Там все Только это место Вокруг этого озера Это домик Мой сын Как-то там Переплетено много Я смотрю на сына Вижу своего папу Да, как бы там Все очень тонко И мы записали С Егором С сыном моим Как бы Звуковой ландшафт Для этой выставки Мы там сидим В лодке Какие-то весла Всплески Птички И он читает Мои любимые стихи Игорка У него Это так хорошо Получается Например Можно я прочитаю Да Такие стихи Например Ты летом В городе жила А я В каком-то Диком поле И вдруг Проснулся я От боли Когда ты руку Обожгла Когда он читает Мальчишеский голос Как-то сразу Многоплановость Такая возникает Я иногда То что Запись Которую мы с ним Сделали Тогда Пять лет назад Просто в наушники Включаю И улетаю В какое-то Небытие Совершенное Нездешнее Пространство И время Какое-то Вечное Там Антарковского Читает Очень хорошо Сын Конечно У меня Потрясающий Мы недавно С ним сидим На кухне Утром И он мне Такое Говорит Папа Ты понимаешь Что Дубровский Был серьезно Болем Почему Ну вот Когда он Чернильницы Запустил Судью Ты же понимаешь Что это Такая Нездержанность Егор Откуда У тебя Это Я Восхищен Своим Сыном Восхищен А в каком Класте В каком Классе Проходит Дубровский Не знаю В шестом В пятом В пятом Понятно Так Пойдем дальше Встреча с вами Проходит В библиотеке И поэтому Я не могу Спросить Значит Какие книги Вы читаете Еще кроме Пушкина Кроме Дубровского То есть Какой Он читатель Степан Полежаев Ну так Семен Читатель У меня Конечно У кровати Полка Исключительно С поэзией Лежит А читаем В основном Артисты То что По работе Да Или что-то Вот я сюжеты Видео Делаю Сейчас Например Мы Читаю Большую книжку Мне подарила Дарья Эрдман Про Наш дом Плотников Я хочу Снять Тоже Такой Сюжет И поэтому Вот копаюсь В этом В тех Исторических Каких-то Событиях И вот Книгу Про Это Все Все в работу Как бы Мы почти так просто Это ничего Артисты Наверное Где время И не читаем Хотя Хотелось бы Книжки Случайно Попадаются Вот мы тоже Поехали на дачу Да Зашли в магазин Магнит А там лежит Просто На каком-то прилавке Вдруг старая-старая Затертая книга Воспоминания Режиссера Ром И я с таким удовольствием Ее вдруг Прочитал На даче Сидя Совершенно Вот она мне пришла Ниоткуда Режиссер Ром В Савинске В каком-то магните Это же Ну и странно Вот Так Вот Все Что сказать Про литературу Что-то читаем Постоянно Конечно Ну Нет такого Что я люблю Там Что-то конкретное Не могу Так сказать На вас пишут И говорят Что вы еще и музыкант И что у вас есть Твоя музыкальная группа И вот ваш спектакль Комната Там тоже Очень много С музыкой связано Да И выражение Мыслей Чувств Да И сверхзадачи Вашего спектакля Идет через музыку Расскажите Про вашу музыку Как вы сочиняете Свои песни Может вы нам тоже Что-то исполните Я не знаю Как сочиняются песни Они Возникают Тихи не пишутся Залучаются Что-то такое Да Я к этому Большого отношения Не имею Я ни в коем случае Не сижу И не мучаюсь Оно просто происходит Иногда И Ну я не отношусь К себе В этом плане Тоже Вот я Там Песенник Или кто Как это называется Человек Который Просто барс Песенка И есть Песенка Про группу Я не думаю Что она На данный момент Существует Она просто возникла Тоже Мы в новый год Сидели Играли Кошкин дом Три раза в день И хотелось Как-то Чем-то Разбавить Этот процесс И я говорю Саша Саша Давай Поиграем С тобой Просто так И мы начали Что-то наигрывать Я свои песенки И у нас Как-то А мимо проходила Марина Земцовская Я говорю Марина Давай с нами Попоешь Мои песенки Было бы интересно Услышать С женской стороны Какие-то песни И у нее Так это Замечательно Получилось Потом к нам Настя Куртая Примкнула Мы сделали Несколько концертов И Наверное Закончили С этим Потому что Я Как-то Не совсем Ощущаю себя Человеком С какой-то С какой-то Гитарой Мне показалось Очень странно Стоять Играть на гитаре И петь песни Это довольно Странная Вещь Мне кажется Что мы Можем просто Без гитар Без всяких Увериться И то что Вот мы с вами Говорили Обняться Как-то Внутренне Да Направить Футбол Нождать тепло Это очень здорово Спойте пожалуйста Что-нибудь Да Давайте Так как большая часть Моей жизни Протекла В коммунальной Квартире То пою я Почти все И всегда Шепотом Не знаю Как вы там будете Прислушиваться Дорогие друзья Но Это будет Недолго Зато Так Спою вам Про свою Любовь Хорошо Патает небо Прямо к ногам Иди Беги Мосяком По облакам Дыши легко И глубоко Ты так Прекрасна Так Прекрасна Так Прекрасна Столько лет Столько лет Я смешивал Черное С красным Но Откуда Я мог Знать Что Есть Другие Цвета Столько лет Я смотрел В упор Совершенно Напрасно А ты Так Прекрасна Так Прекрасна Так Прекрасна 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 Руки твои, тёплые реки твои Белое платье под летним дождём Я знаю этот язык Лишь для того, чтоб на нём сказать Как ты прекрасна, как прекрасна Очень трогательно, спасибо большое Ещё что-нибудь пойте А потом будем разговаривать Давайте ещё споём песенку Летели птицы из-за границы Летели облака И жизнь летела И ты мне пела Валия дурака Помнишь, как мы были счастливы тогда? Помнишь, как мы были счастливы тогда? Спасибо, Степан Вот в этом вы весь Спасибо вам огромное И вот я знаю, что вы уже снялись В короткометражном фильме У молодого режиссёра Николая Флоренского Нет, Флоренского Флоренский неплохо Нет, я знаю, что Флоренский уже начала Оговариваться Николая Флоренского Обед Расскажите, пожалуйста, вот Как это получилось? Вот удивительно, что это Со мной приключилось совершенно Ну, Николай сам по себе Удивительный очень человек Спасибо Жене Плетнёвой Которую она с ним познакомила И благодаря которой В молодежном театре И рядом с ним возник Коля И я до этого в кино никогда не снимался И это интересный опыт Я вдруг понял, что это совершенно Отличное Хотя казалось бы, да Что театр, кино Это примерно одно и то же Совершенно разные вещи Абсолютно разные вещи Я не находил себе места Ну, это же непривычно для меня Вот Но по какой-то глубине восприятия И по мысли Коля Производит на меня большое впечатление Вот у него три фильма Да, Обед это третий фильм Ну, насколько я знаю Может, я не совсем прав Птичка Да, Птичка Теорема И вот Обед Некая трилогия такая И во мне отзываются все три фильма Очень Я вам всем категорически советую Обратить внимание На кинорежиссера Николая Флорского А что сказать, я не знаю По поводу этого Это со мной произошло И я очень счастлив Но мы этот фильм не видели Какой там сюжет Когда будет премьера Понятия не имею Я совершенно не знаком с судьбой Дальнейшей этого Я знаю, что сейчас он где-то По-моему, в Греции на фестивале Это все, что я знаю Вот И может, не в Греции Ну, как он Это к вопросу к Николаю Позовите Колю И он вам замечательное интервью Мне кажется, да Он очень глубокий мужчина Да, мне уже поступали Такие рекомендации Да Пригласить его к нам В авторитет имени Вот уже поступают вопросы Дарья Ершова-Огнева Знакомая фамилия Спрашивает Если представить Что в современном мире Нет театра Живописи и литературы Нет Нет театра Но живопись Литература, музыка есть А театра нет То есть нет театра Есть живопись, музыка, литература Люди были бы другими А кем были бы вы? Вот вопрос к вам Театра нет Кем бы вы были? Да Как сказать Тем бы и был Вот так бы сидел с вами сейчас Точно так же, мне кажется Мне кажется, что В определенном смысле Театра уже и нет Ну то, что мы с вами уже обсуждали Что театр перестал быть Таким развлекательным центром И выполняет какие-то другие Уже совершенно задачи Так что Может он Только развлекательным И не был никогда Театр Это кафедра С которой можно сказать Очень много добра А где? Это Белинскому Кому такая цитата принадлежит Ну Кроме шуток Я понятия не знаю Театр стал режиссерским Это да Ну это хорошо В этом нет ничего плохого Замечательно Нам очень интересно Ваше мнение Ну какое у меня может быть мнение Как я могу сказать Что бы я делал без театра Если театр Это все мое Вся ваша жизнь С утра до ночи Это мое существование Конечно Да И вот вы уже стали Саним режиссером Ой нет Ни в коем случае Ну вы делаете первые шаги На этом поприще Не знаю Это не совсем наверное режиссура И Я не знаю что про это сказать Да я это делаю И чувствую что Не могу этого не делать Мне чрезвычайно стыдно Не то что мне стыдно То что я делаю Нет мне нравится то что я делаю Но как бы мне такое ощущение Что я не совсем своим делом занимаюсь Беру на себя слишком много Чем должен был бы наверное Но я не могу иначе Вот что я могу сказать По этому поводу Оно идет так как идет Я не предпринимаю ничего для этого И вообще знаете Мне кажется такое Что вот жизнь Она такая река течет И я даже не гребу никак Я просто плыву по ней И не пытаюсь Не бороться с течением Не плыть по течению А просто Существую в этом пространстве И мне довольно комфортно Так жить И все происходит само Все что происходит Оно как-то само происходит Без моего сильного участия Какого-то Понимаете Творческий сезон В вашем молодежном театре Отметился премьерой спектакля Виктора Петровича Панова Где вы играли тоже главную роль Расскажите пожалуйста О своей работе Вот сегодня и завтра В вашем молодежном театре Что вы сейчас играете Что вы хотите сказать С этой большой трибуны Что вас ожидает Вот в ближайшие дни Месяцы В течении творческого сезона Знаете Я такой актер Который может быть И хочет что-то сказать Но я полностью Вот есть режиссер И я не нахожусь Просто я максимально Хочу его мысли донести Без своей честно говоря Но играем Мы много всего играем Просто посмотрите на наш репертуар Он довольно обширен Что тут сказать А сказать Я не знаю что сказать Ребята правда Давайте любить Как в одном спектакле Говорил один персонаж Надо любить И это наверное все Что мы можем себе позволить Любить Да